Друзья, я знаю, что многие из вас ждут появления на футбольном поле Ждана, потому что для Виталика это, наверное, мечта прям забить гол замкал, это что-то невероятное, и действительно нам всем тоже хочется посмотреть на это событие, и если под этим роликом вы наберете 85 тысяч лайков, как и для всех предыдущих игроков, которые были там на просмотре в Амкале, то я вам обещаю, что Витыч будет приглашен не только как оператор, но и как полноценный игрок, то есть на некоторых тренировках он будет участвовать, полноценно тренироваться, готовиться, и, соответственно, у него будет шанс завоевать место, завоевать доверие тренера, чтобы его выпустили там не на 2 минуты побегать, а может быть там побольше, где у него будет действительно шанс отличиться, и, в общем, если вам нравится эта история, и хочется посмотреть на то, как Витыч прибавляет, то обязательно поставьте лайк, ну а мы сегодня попробуем показать вам его во всей красе. Бро, зачем ты меня позвал? Я оператор, где логика? Это оператор, а он почему-то играет, ну то есть логику не... Тебе есть что-то сказать Богдану из Тудроц? Скажи! У меня больше подписчиков в инсте. У меня свой канал есть. На котором сколько подписчиков? 75 тысяч. Мы самоизолировались узкой компанией, в которой мы уверены, мы изолировались подальше от Москвы, и неожиданно мы на футбольном поле. Сегодня видос будет посвящен полностью Витычу, Ждану, потому что это единственный нападающий... Потому что это самоизоляция и больше не кого. Объективно ты единственный нападающий в Амкале, который еще не забивал. Я просто унижал. Конечно, конечно, он же оператор, где логика. Суть в том, что сегодняшний ролик станет возможностью, во-первых, немножко потренироваться тебе, во-вторых, наладить нашу с тобой связь, потому что я планирую отдать голевую тебе, это одна из главных задач. А я тебе уже давал, у нас ситарик хороший. Да, да, да. Ну, надо в обратную сторону, чтобы я теперь тебе отдал. Этот видос 100% посмотрит Иваныч, и, соответственно, ты, возможно, докажешь ему, что ты где-то в чем-то сильнее Блатова, сильнее Егорова, Ставра. Иваныч, ну, три месяца ничем не занимался, ел только, ну, пойми сразу, ну, извини, пожалуйста. Суть в том, что у тебя будет сегодня пять челленджей. Они не очень большие, но везде ты будешь противостоять мне. Если в этих челленджах, хотя бы в одном из пяти, ты меня побеждаешь, то ты получаешь ценный приз, а также признание Иваныча, потому что, ну, он победил, он победил. Ты все напутал. Почему? Вообще-то у него есть выбор. Ну, это он узнает в конце, если он сейчас заслужил. Видимо, что-то дорогое дарится. Помимо прекрасного Виталика, сегодня есть замечательный Евгений Спиряков. Никто меня не узнает. Евгений Спиряков-Масочкин. Отгадайте, отгадайте, что за вратарь в маске. Вот так я сегодня буду играть, как все думают, я обычно замкал, играю плюс-минус. Ой, вырота, где же они? Сразу предупрежу, что Жек уже на протяжении нескольких там месяцев вообще не выходил на поле, правильно? На поле нет. Друзья, вы же в курсе, что там Бундеслига уже вовсю играет в футбол, и я вам очень советую не пропустить матч Бавария-Фортуна. Этот матч, в отличие от Амкао, состоится уже в ближайшие дни, но также множество других чемпионатов и лучших событий ты всегда сможешь найти по ссылочкам внизу. Ну и не забывай про бонус. По какому промокоду хул? По этому промокоду. Ну что, друзья, первое задание — это пять ударов, пять мячей. Твоя задача — забить больше, чем я, и тогда челлендж у тебя в кармане. Я вообще не представляю, что сейчас будет. Нормально, все? Не было? Это 1-0, но один, как говорится, для оператора ерунда, ты один-то точно забьешь. Лай, я поймал его! Мужик, первый, это уже много, я тебе скажу так. Это Женя. Для тебя, Витош. Левый нагрой. Трешечка, трешечка, трешечка. Неразмятого в артарю. Моя любимая забивать. А вот, наконец-то, я так соскучился по Жене, который, фу-ка, я не размешу, мне надо было нормально, размешу при челленджем. Друзья, я сделал свои удары, из пяти я забил три. Витош, твой черед. Могу сразу оправдаться. Дальний удар — не мой конек. Как и забивать? Мой конек — это открыться, принять, забить. А, сколько у тебя забитых мячей замкал? Опять позориться. Ну, близко. Кстати, сейчас действительно близко было. Шанс на ничего есть. Вау! Неожиданно. Серьезно? Заложил эту. Я не буду продолжать. Я сомнился вообще за хуё. Я был уверен, что мимо летит. Вообще не барился. Даже руку не вытянул. Чувак, ну это красиво. Блин! Блин. Реально, я не ожидал, что даже один зафью. Один из пяти — это получается сколько процентов? 20%. Это очень хорошая реализация. Следующий этап — второй челлендж. В первом, к сожалению, тебе не удалось меня победить. Может быть, удастся во втором. Вот хлеб настоящего центрального форварда. В баню все эти дальние удары. Это чисто вот на столба, когда навешивают, и удары с лёта. Постараюсь максимально идеально тебе отдавать. Он врет. Я вижу, как он 100 голевую подавал. Пиздец. Ну что, как думаете, Витыч отдаст хорошую голевую? Возможно, его голевая была не случайностью. Всё-таки матч со спортцом тогда был прям для него пиком. Это первое голевое действие. И, блин, опять же, мне удалось забить с этого голевого действия. Я надеюсь, что сейчас передача будет идеальной. Ну что, друзья, готовы? Готовы смотреть на удары? Ну что такое? Ты меня бьёшь. Я знаю. Ну тяжело отсюда, правда. Тяжело как-то корпус завернуть. Тяжело играть в футбол после того, как пиво миссия этого не делал. Это правда очень тяжело. Я, на самом деле, не так много участвовал в челленджах, где надо было бить с подачи. Ой, не-не-не. Выглядело опасно. Сиди! Бро, сори. Я не мог. Это победа? Победа. Победа вместо обеда. Слушайте, ну это честная победа в подачах. У нас у того счёт 1-1. И мы отправляемся в следующий этап. Это забор типа X4-2, 15-14-1. Его можно легко преодолеть. Как бы главное не признануться на щебёнку. Вот. И таким образом вы спокойно проходите в лес. Операторский челлендж. Сейчас я докажу, что готов работать со скидкой 50% с тем же качеством. Видишь, камера так наклонилась, пиздецки. Это ну нормально. Почему она так это? Три. Опять ложечка есть. Два ноль. Вот так вот. Одним движением остаётся всего одно очко до победы. Да, и три слезы Ильхана. Сейчас он так плачет там сидит. Ой, не попал. Он заживал. Он заживал. Два-один. Я сделал всё, чтобы качнуть себя. Кажется, до трёх была игра. Я просто ждал, что... Как ты думаешь, твоя техника и физическое состояние обрадует тренера или разочарует? Я думаю, он скажет для столба. Такая сойдёт. А Витя столб в нашей команде? Да. У тебя лучше физика, чем у него? У меня лучше. По факту мне нечего добавить. Мы переходим к следующему челленджу. Я пока веду 2-1. И следующий челлендж – это пенальти. Да, отдавай. Давно не виделись? Давно не виделись, Жек. Не, правда, давно. Видишь, за два месяца карантина чуть-чуть прицел мог избиться. Я знал, что ты туда, но я убил. Всё, всё, всё. Почувствовали уверенность? Нужно было один пристрелочный, чтобы потом вот так сделать. Я знал. Бляха, муха, зачем я это сделал? Бляха, муха. Ой, Федос приехал. Получается так, Витош, у тебя есть все шансы, чтобы забрать победу. Витош, ну я же тебе шанс дал. Главный приз – это что, шутка для тебя? Чувак, ты понимаешь, что мы сейчас будем играть до победного? Витош, ну согласись, что я тебе дал шанс. Шанс дал, но я им не воспользовался. Отбил, отбил. Отбил ворота, брат. Ладно. А вот теперь доказывай, что ты готов ещё дальше сражаться. Пижоним. А ты не думаешь, что у нас уже есть один, кто пижонит? Что? Ну что, у нас последний челлендж. Последний челлендж – это выхода один на один. Это любимый челлендж Жени. Ему очень нравится, что мы сблизи выходим. Защитников у него никаких нет. Мы можем делать всё, что хотим. Три выхода один на один и всё. Ты реально готов первый начать? Да. Чувак, ну давай. Ну как ты считаешь, что подписчикам понравятся твои старания или они сочтут, что ты недостаточно готов? Я им просто скажу, что я буду работать ещё больше. Ну блин, и месяца не это, не... То есть до карантина ты бы забил? Да. Да, на юридском. Бл***ь. Бл***ь. Карета. Вау, ну это была попытка на рабону. Кстати, да, это прям хорошо. Это было неплохо. Ложку дёгтя вы уже увидели, а надо мёда хоть немножко в ролике показать. Поэтому смотри, смотри, как надо. Ты главный, у тебя мяч. Жене нужно спасти ворот, у него нет мяча. Понимаешь, ты просто выходишь и даёшь ему красивый ударище в ворота. Слушай, знаешь, какое оправдание есть? Какое? Оправдание есть в том, что главное для нападающего это подачка, забить, принять. Ну как ты оцениваешь себя вообще? Ну слушай, я смотрел сейчас Бундеслигу, там не всё, ну у меня не настолько всё плохо. Пауза даёт себе знать. Бл***ь, отвечаешь как соловьёк. Так как в одном челлендже ты всё-таки меня обыграл, по-честному. Ты обыграл меня в подачу, в ударах с лёта. Я пообещал, что если ты хотя бы в одном выиграешь, то я готов тебе предложить приз. Но я делаю сегодня интересную историю. Вот оса, она твоя. Я могу тебе подарить 10 тысяч рублей, прямо сейчас их переведу, у меня телефон в кармане. Либо подарок, вот. Но я не знаю, что это за подарок. Ну как, я знаю, но ты можешь отказаться, и в случае, если ты выбираешь 10 тысяч, то ты никогда не узнаешь, что это за подарок был. Приз! Поверен? Приз! Ты как в поле чудес. Я думал, сейчас будет как в поле чудес и подниматься 15 тысяч рублей. Держи, это тебе, брат. Можешь заглянуть, что-то. Вау. Вау. Друзья, прежде чем мы продолжим дарить Виточу подарок, мы немножечко прервёмся на мой рассказ о моей коллекции. Футболок, вообще всякой футбольной атрибутики с автографами звёзд футбола. И о том, как неожиданно для себя я начал коллекционировать вот это вот всё. Дело в том, что к коллекционированию я пришёл неожиданно. После первого сезона Анкала Лёха Гуркин подарил мне футбольный мяч с автографом Дэвида Бэкхэма. На его канале можно найти видос, где Гурыч показывал свои видосы Бэкхэму, и тот ему расписался на мяче. И Лёха очень был признателен, что я его позвал в проект Анкал, и что вообще всё прям закружилось, завертелось у него в деятельности на Ютубе. И сделал мне вот такой вот подгон, который я пообещал хранить, ни за что не передаривать, не продавать. Но, естественно, этот мяч ценен мне не только из-за того, что тут автограф Бэкхэма, а ещё из-за того, что Лёха от всей души подарил этот рамк безумно приятно. Затем, я думаю, многие из вас вспомнят, я на день рождения себе купил бутсу Джареда с его автографом, опять же, потому что хотел проверить, совпадают ли наши размеры ноги, и можно ли в этой бутсы играть. Такой видос тоже на канале был. Переходим к футболкам. Однажды подписчик через Тёму Мючаева передал мне футболку Риава, за которой я болею, футболка с автографом Пепе. Так, футболка Шейфилда, это от Джеки Савина, тут есть Федя Смоуф из сборной России, есть Давид Дехея, Манчестер Юнайтед, и вот футболку Манчестера, точно так же, как и футболку ПСЖ, на которой просто целая куча автографов, тут и Мбаппе, и Ковани, и Неймар, и, в общем, все-все-все есть. Эти две футболки мне подарил Саша, который работает в компании БИЦ, и, в общем-то, через Сашу БИЦы и вышли на нас, на МКАУ, и мы после этого начали сотрудничать, и вот такой вот крутой подгон оттуда прилетел. Ну и последний подгон прилетел оттуда, откуда я не ожидал. В Лондоне есть магазин Classic Football Shorts, я туда заглянул и прикупил себе несколько редких футболок, разных футбольных команд, потому что в России эти футболки не достать, и потом ушел, все, благополучно расплатился, выложил сториз, где отметил этот магазин, там тоже очень большой у них паблик в Инстаграме, и они мне ответили в директ, типа, о, чувак, мы не знали, что ты футбольный блогер из России, как там рассказывай, что, куда, зачем, почему, и в конечном итоге я им поделился, что, блин, очень классный у вас магазин, и рассказал, что я даже успел заказать себе еще домой то, чего не было конкретно там в магазине, то есть из Лондона посылку, и они говорят, слушай, мы тебе положим подарок, один от нас, потому что, ну, типа, нам очень приятно, что ты выбрал нас, и, в общем, вот это наш подгон. И мне приходит футболка Паула Мальдини, тоже с автографом Мальдини. Самое забавное, что каждый из этих футболок я получил с какой-то историей от своих друзей, знакомых, близких людей, и это безумно приятно, и вот у меня в коллекции появилась футболка Челси с огромным количеством автографов, в том числе Азара, Канте, Виля, ну, в общем, куча-куча-куча автографов. Я думаю, что Витач в Инстаграме уже немножко проспойлерил, кто там есть, и я знаю, что Витач безумно сильно болеет за Челси, очень давно болеет за эту команду, и я решил, что именно в этот день, когда мы играем на какой-то приз с Виталифом, можно его порадовать вот такой вот футболкой. Вот, короче, вот так вот я рассказал про свою коллекцию. Давайте возвращаться на поле, и если у вас есть что-то такое тоже важное, что вы коллекционируете, расскажите об этом в комментариях. Мне будет интересно почитать. Потому что меня очень многие просили снять видос о коллекции, а я вот так вот его совместил с челленджем. А вот это просто бесценно. Витач очень давно болеет за Челси, болеет за ЦСКА, и здесь, собственно говоря, собраны автографы 90% игроков Челси. Там есть Канте, там есть Азар еще до того, как он ушел. И это Майка Витача. Это теперь Майка Витача. Изначально было. Не, это дороже 10 тысяч. Пират правый человек. Бро, в общем, я счастлив сказать, что ты, несмотря на то, что ты наш главный оператор в Амкале, ты еще и нападающий Амкала, игрок Амкала. Никуда мы тебя не денем. Вот. И на поле выходить ты не будешь. Спасибо. Ребята, обязательно поставьте большие пальцы вверх. Если вы набираете 80 тысяч лайков, мы реально Ждана будем приглашать на тренировки как игрока периодически, что он будет на некоторых играх только как игрок. Готов? Готов. Пожарим. Друзья, обязательно подпишитесь на канал ребят. Замечательный канал, который пока без видосов. В июне точно будет видос. Давай. Канал без видосов у Ждана. В июне начнутся ролики, и не один, сразу несколько будут. Выложено. Четыре точно. Канал Женьки Спирикова. Главс энд Кит. Обязательно вам туда нужно заглянуть. Потому что там, несмотря на то, что сейчас карантин, там до сих пор выходит качественный футбольный контент. Там много чего интересного, полезного. И в том числе для тех, кто профессионально играет в футбол. Обязательно зацените. Это Женя, это Герман, там Витыч, там Сашка. Все. Всем спасибо, всем пока. Ты можешь сейчас поменять наш мир. Колоколу лайк, просто нажми. Денег полон будет карман. И жить вечно будет маман. Годные видосы тут будут чаще. И Амкал снова затащит. Большой палец вверх жми. И после смотри слева, справа видосы. Тук.